По разным оценкам, с появлением новых купюр, популярность таких банкнот, как сотня и тысяча, может упасть. Однако на покупательской способности людей это не скажется. Кстати, по данным Иркутскстата, почти 70% доходов в 2017 году сибиряки потратили на продукты и товары народного потребления. Об этом подробнее в экономическом обзоре моя коллега Наталья Зарубина. Здравствуйте. Действительно, расходы на продукты у жителей Иркутской области растут с каждым годом. Но есть чаще и больше мы, увы, не стали. Все дело в ценах. Об этом и поговорим. Пик стоимости самых популярных продуктов пришелся на новогодние праздники. Но январь уже на исходе, а значит, цены должны немного снизиться. Специалисты Иркутскстата проанализировали рынок и выяснили, что на прилавках подешевело, а что наоборот. Лидером в списке подорожавших товаров остается сливочное масло. За месяц цена за килограмм увеличилась почти на 70 рублей. На втором месте творог. Он прибавил в стоимости около 15 рублей. Больше покупателям теперь придется платить за говядину, мороженую рыбу, хлеб пшеничный и капусту. Эти продукты подорожали в среднем от 1 до 4 рублей. Составили эксперты и рейтинг дешевеющих продуктов. Правда, этот список весьма короткий. Да и уровень падения цен невелик. Первое место занимает черный чай. Его стоимость снизилась на 6 рублей. Второе место у гречки. Крупа стала доступнее на 4 рубля. Подешевели также колбаса вареная и яйца почти на 3 рубля. Есть в продовольственном списке и товары, цена на которые практически не меняется. Это молоко, сахар и картофель. То есть сладкий чай, каши с молоком появляются на столах ангарчан чаще всего. Спасибо за полезную информацию. А мы продолжаем выпуск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровск.